Умерла в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пациентки в Петушинской ЦРБ. Трагедия случилась в ноябре 2017 года. 33-летнюю женщину доставили в райбольницу симптомами острого панкреатита. Пациентку осмотрел дежурный врач, госпитализировал и назначил лечение. Но на следующий день женщина впала в кому. Врачи, опасаясь осложнений на сердце, провели операцию не сразу. Женщина скончалась. У нее осталось трое маленьких детей. Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи выясняют, насколько профессионально действовали медики. Пытался сбыть гашиш. Во Владимире задержали 20-летнего местного жителя. У него был полимерный пакетик с неизвестным содержимым, а в квартире еще 10 пакетиков с аналогичным веществом. По заключению экспертов, по пакетам парень расфасовал гашиш общим весом почти 9 граммов. Полицейские установили, что наркотики молодой человек собирался сбыть на территории Владимира. В отношении 20-летнего задержанного возбуждено уголовное дело. Во Владимире зафиксировали вспышку кори. В больнице уже 9 заболевших. Все дети от 11 месяцев до 12 лет. Ребят не прививали от кори. Заболевание передается воздушно-капельным путем. Причем стены для инфекции не преграда. Она способна проникать в соседние квартиры и даже на соседние этажи. Единственный способ остановить вспышку – вакцинация. Сейчас врачи стараются привить всех, кто контактировал с заболевшими вне зависимости от возраста. Опасное заболевание вернулось после долгого затишья. В предыдущие годы во Владимире не регистрировали ни одного случая заражения. Возвращение инфекции врачи связывают с отказом многих родителей делать своим детям прививки. В область снова съезжаются мультипликаторы со всей России. В Суздале стартует уже 23-й по счету открытый фестиваль анимационного кино. В его рамках по всей области пройдут концерты, творческие встречи и мастер-классы с юными зрителями. Пообщаться с мультипликаторами смогут больше 10 тысяч детей. В 60 школах и учреждениях культуры устроят открытые показы новых российских мультфильмов и зрительское голосование, итоги которого объявят на церемонии закрытия фестиваля. Добавим, что в этот раз в Суздале соберутся больше полутора тысяч режиссеров, художников, сценаристов, а в конкурсной программе рекордное число мультфильмов более трех сотен. Их будут оценивать мэтры анимационного кино.